Костюмчик не самое главное, но он точно не помешает. Добро пожаловать на WatchMojo Россия! И сегодня мы рассмотрим 10 лучших апгрейдов супергероев, ставших культовыми. В этом ролике мы рассмотрим апгрейды супергероев, которые стали куда более узнаваемыми, чем их предшественники. Мы оценивали модификацию не только костюмов, но и образа в целом, так что перезагрузка уже существующих персонажей не запрещена. Мы также расскажем об изменениях персонажей, которые в итоге так и не произошли. Номер 10. Черная вдова. Первый костюм «Черной вдовы» 1964 года оставлял желать лучшего. Оригинальный наряд Дона Хэка «Черная вдова» выглядел ужасно похожим на женщину-кошку Золотого века. Возможно, он подошел бы для костюмированной вечеринки, но не для кулачных боев с супергероями. Все изменилось, когда художник Джон Ромита Старший в 1970 году переделал дизайн костюма «Черной вдовы». Этот новый образ сменил сетчатый костюм на облегающий черный комбинезон, устойчивый к пулям и экстремальным температурам. Он также добавил знаменитые браслеты, на которых размещались крюки, дымовые шашки и фирменные электрические бластеры у куздавы. Номер 9. Зверь. Когда зверь появился в качестве члена классической команды Людей Икс, он, по сути, выглядел как обычный человек с очень большими руками и ногами. Хотя у зверя было несколько костюмов во время своей человеческой фазы, его самый культовый образ появился, когда он покинул Людей Икс и начал сольную карьеру супергероя. После экспериментальной сыворотки, предназначенной для изменения внешнего вида, у зверя появились мех, клыки и когти. Изначально художник Том Сатан сделал мех зверя серым, но со временем мех изменился на голубой и благодаря Тому Сатану стал его самым узнаваемым образом. Несмотря на то, что на протяжении всей его истории происходило еще несколько мутаций, лохматая внешность голубого зверя стал одним из ключевых элементов персонажа. Номер восемь. Росомаха. Когда он впервые дебютировал на страницах Невероятного Халка, маска Росомахи имела кошачьи уши и усы, которые с трудом можно было назвать устрашающими. После появления в Людях Икс год спустя на страницах Giant Sides X-Men номер один, художник обложки Джилл Кейн взял на себя смелость изменить оригинальный дизайн Джона Ромиты Старшего. Поскольку теперь легендарной историей было суждено продолжаться, он оставил большую часть костюма. Однако Кейн случайно удлинил уши на маске Росомахи и полностью брал усы. Как ни странно, художник-оформитель и контуровщик Дэйв Кокрум был настолько воодушевлен тем, что по его мнению это был преднамеренный редизайн, что он изменил оформление в соответствии с ним. А остальное уже история. Номер семь. Халк. Стэн Ли первоначально представлял себе Халка серой кожей, поскольку считал, что серый цвет устрашающий, подобающий монстру. Однако ограничения, связанные с технологией печати того времени, не позволили Халку оставаться с неизменным оттенком серого на протяжении всего дебютного выпуска. В качестве временной меры Ли решил изменить кожу Халка серого на зеленый. И тут зеленый гигант пришелся кстати. Несмотря на то, что это произошло в последний момент, зеленая кожа Халка стала его фишкой и оставалась таковой до возвращения серого Халка в 84-м. Серый Халк был повторно модернизирован, чтобы быть другой личностью зеленого свирепого Халка. Он продолжил свои приключения в качестве вышибал из Лас-Вегаса по имени Джо Фиксит. Номер шесть. Сорвиголова. Гений Джека Кирби подарил нам бесчисленных культовых персонажей Марвел. Но его оригинальный костюм для сорвиголовы был одним из его редких промахов. У сорвиголовы в первых шести выпусках был ярко-желтый и красный костюм, который был безвкусным. Именно поэтому художник Уолли Вуд исправил это, перекрасив костюм сорвиголовы, вставший уже культовым в кроваво-красный. Еще один пример того, как относительно небольшие изменения могут оказать огромное влияние. Эта более темная цветовая гамма лучше отражает мрачность персонажа Мэтта Мердока, который в последующие годы оказался в руках Джина Коллана и Фрэнка Миллера. Номер пять. Зеленый фонарь. Помимо имени, у Алана Скотта было мало общего с зелеными фонарями, которых мы знаем. Появившись впервые в 1940 году, оригинальный зеленый фонарь носил красный, фиолетовый и зеленый костюм и имел слабость к древесине. В 1959 году легенда DC Юлиус Шварц придумал зеленого фонаря в роли Хэлла Джордана, летчика-испытателя, ставшего межгалактическим полицейским. Именно это воплощение персонажа породило знакомую мифологию о зеленом фонаре с участием Стражей Галактики, корпуса зеленого фонаря и слабости их силовых колец к желтому. Хотя позже Алан Скотт вернется в члены Лиги Справедливости, нельзя отрицать, что Хэлл Джордан значительно улучшил наследие своего предшественника. Номер четыре. Железный человек. Оригинальную броню Железного человека с трудом можно назвать современной. Первый костюм Тони Старка, собранный во вьетнамской тюрьме, был громоздким и серым, слегка блестящим, что было воплощено в его более поздних версиях. Второй костюм Тони был более прогрессивным, получил золотой окрас для более героического вида. Однако только в его девятом приключении, в Tales of Suspense номер 48, мы впервые увидели культовую красно-золотую броню. Излишне говорить, что именно эта модель оказала наибольшее влияние на появившиеся доспехи Железного человека и утвердилась как классический вариант брони. Номер три. Флэш. Костюм, который носил Джей Гаррик, флэш Золотого века, был создан по примеру образа римского бога Меркурия. Самая очевидная дань уважения богу-посланнику классического флэша – это, несомненно, его шапка с крыльями, которая послужила прообразом масок, который будет носить будущий флэш. В 1956 году художник Кармен Инфантино с нуля перепроектировал и создал Барри Аллена, второго спидстера DC, который носил знаменитый красно-желтый костюм. Новая версия Инфантино, подверженная влиянию костюмов бегунов на дальней дистанции, ознаменовала начало Серебряного века комиксов и, возможно, стала самой знаковой версией флэша за все время. Номер два. Человек-паук Оригинальный дизайн для Человека-паука от Джека Кирби хоть и не был опубликован, но сильно отличался от того, что читатели в итоге увидели на обложке Amazing Fantasy номер 15. Хотя оригинальные рисунки, к сожалению, были утеряны, коллеги Короля Кирби вспомнили раннего Человека-паука, носившего полумаску в стиле Капитана Америка, и пистолет, который стрелял ремнями вместо знаменитой паутины. Несмотря на новизну этого раннего образа, мы считаем, что выбор был сделан правильно, когда Стив Дитко выполнил костюм Спайди в красно-синем стиле, который мы знаем и любим сегодня. Это еще не конец, но мы уже близко. Просто не забудьте подписаться на наш канал и кликнуть на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Хорошо, продолжим. Номер один. Бэтмен. Бобская идея для Батмена была персонажа в красном университете, в основном красные тяпицы, домино-маск, маленький маск, как Робин сейчас, стихи вверх, 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 вверх. Бэтмен также сыграл важную роль в разработке костюма Бэтмена. Первоначальный дизайн Боба Кейна для Темного рыцаря представлял собой светловолосого Бэтмена в красных штанах и с крыльями летучей мыши, которые мало напоминали персонажа, который украшал обложку Detective Comics номер 27. Именно Билл Фингер в конечном итоге предложил изменить красный цвет на серый, заменив маску на заостренный капюшон и превратил крылья в волнистый плащ. Получается, что Билл Фингер сыграл такую же, если не более важную роль в создании Бэтмена, что и Боб Кейн. Согласны с нашим выбором? О каких редизайнах супергероев мы забыли упомянуть? Напиши о них в комментариях. Посмотрите другие наши ролики на WatchModers.ru и не забудьте подписаться и кликнуть на колокольчик, чтобы получать уведомления о наших новых роликах. Продолжение следует...